В Беларуси продолжается уборочная кампания. Аграрий уже намолотили 3 миллиона 736 тысяч тонн зерна. На первом месте в рейтинге хлеборобы Минской области. Их догоняют коллеги с Брещины. Затем идут Витебская, Гомельская, Гродненская и Могилевская. Помогают на полях рабочим в это горячее время и военные. Нет на ценкам и подорожанию. Март будет контролировать стоимость товаров для школьников. В частности, одежда делового стиля, обувь, канцелярские принадлежности. Субъекты торговли и производители не должны злоупотреблять увеличением цен. К слову, в Беларуси работает более 400 специализированных ярмарок. Кыргызский авиаперевозчик начал летать в Беларусь. Регулярные полеты Бишкек, Минск, Бишкек будут выполняться по вторникам и пятницам. Кроме того, с этой недели рейсы в столицу запускает и грузинская компания. С 5 августа самолеты по маршруту Тбилиси, Минск, Тбилиси будут курсировать трижды в неделю. В лесах страны стабилизировалась пожарная обстановка. Посещение запрещено лишь в Славгородском районе Могилевской области, Куйникском, Гомельской. Ограничительные меры действуют пока в 14 районах. Узнать подробнее информацию можно на сайте Минлесхоза. Правоохранители задержали 35-летнего бобручанина. Мужчина в квартире выращивал коноплю. Были обнаружены приспособления для освещения и вентиляции, удобрения, грунта, марихуана, семена, кулеры и два горшка с растением. По словам гражданина, выращивал для себя. Он нигде не работает. Раньше проблем с законом не было. Теперь начинающему ботанику грозит ограничение свободы до 5 лет или тюремный срок от 2 до 5.